Знаковое место, и оно очень красиво именно осенью, когда всё в солнечном свете и жёлтые листва. На написание картин балаковских художников вдохновляют не только исторические здания, достопримечательности Балакова, но и индустриальные пейзажи. Поэтому они с энтузиазмом принимали участие в пленэрах, которые для них организовывал балаковский филиал АО «Апатит» в 2018-2020 годах. Они все пронизаны любовью к родному краю, к родной земле, к предприятию. Поэтому это очень отрадно и приятно видеть, что на территории Балаковского муниципального района функционирует компания «ФосАгро», которая вносит большой вклад в культурное развитие нашего города. Многие художники во время работы над картинами начинают экспериментировать. Кто-то пробует необычные техники, кто-то новые жанры. Участники пленэров уверены, что этот проект помогает им раскрыть свои таланты с иной стороны. «Конкретные задания у нас. Здание там или завод там еще что-то было. Ну, для меня просто. Я пишу в основном городской пейзаж, так сказать. И это не свойственная для меня работа. У меня было трудно придумать все, но я напрекся, так сказать. Даже оказался интересней». На открытии выставки экскурсию проводили сами живописцы. Они рассказывали, как выбирали темы для картин, какие истории с ними связаны. И многие отмечали особое настроение, с которым они принимались за работу. Им хотелось удивить не только посетителей экспозиции, но и друг друга. Мастера черпали вдохновение не только в заводских пейзажах или красивых уголках Балакова, но и у самой природы. Как известно, Фусагра работает по принципу «от руды до еды». И саратовская художница Людмила Маханькова обратилась к самому истоку. Написала абстрактную картину, используя природные материалы. Историю ее работы рассказала руководитель музея Балаковского филиала АО «Апатит» Оксана Гудзий. Именно в Кировской Мурманской области добывается сырье для производства фосфоросодержащих минеральных удобрений. И художница взяла за основу те образцы руды, которые есть в нашем музее. На выставке представлено 70 работ. И к концу этого года картин станет еще больше. В этом году решили подвести на День химика некий такой промежуточный итог. Вот уже несколько лет мы проводим вот эти пленеры по разным тематикам. Как раз вот здесь мы собрали, возможно, по нашему мнению, лучшие работы, которые за эти годы были выставлены. Хочу, чтобы вы также еще раз вспомнили, как это было 5 лет назад, когда было 45 лет предприятию. В этом году нашему предприятию 50 лет. Ну, естественно, в этом году мы тоже не обойдем эту тему стороной. С 50-летием Балаковский филиал АО «Апатит» поздравили не только опытные, но и юные художники. За несколько минут они нарисовали логотип «Фосагра» и вручили его директору предприятия Андрею Шибневу. Возможно, эта простая, но написанная с душой картина тоже станет частью экспозиции. Кстати, она в городском выставочном зале будет работать до 9 июня. Вход для посетителей бесплатный.